Продувка скафандров — примерка корабля. Очередной экипаж экспедиции Международной космической станции знакомится с обновками. Корабль «Союз» с порядковым номером 07М будто с иголочки. На нем россиянину Роману Романенко, американцу Томасу Машберну и канадцу Крису Хатфилду на днях предстоит стартовать с российского космодрома «Байконур». Последний, или, как говорят сами космонавты, крайний пилотируемый запуск в этом году. Бой курантов они услышат уже на орбите. Мы знаем, что у нас будет ближайших три праздника. Это Рождество, потом Новый год, потом еще одно Рождество, потом еще несколько праздников. Поэтому у нас есть время для того, чтобы подумать, как мы их будем отмечать. Экипажу под командованием Романа Романенко предстоит встретить несколько космических грузовиков с новым оборудованием, американские космические корабли, совершить два выхода в открытый космос. И, как обычно, множество научных экспериментов, почти полторы сотни на троих. Однако сначала экипаж встретит дату 21 декабря. День, который с опаской ожидают на Земле, космонавты проведут на орбите. Прибытие к МКС как раз запланировано на конец света, по календарю мая. Но покорители Вселенной об апокалипсисе даже не задумываются. Тем более, что 21 декабря произойдет и юбилейная 150-я стыковка корабля «Союз» с орбитальной станцией. Что говорят по поводу конца света в Америке или в Канаде? Конца света? Да. 21 декабря. О, извините. О, конца мира? Конца мира, да. Будет интересно, что у нас будет стыковка во время последних дней в мире. Это интересно. Мы только будем наблюдатели космоса. Интересная перспектива у нас будет. Если же представить, что вопреки прогнозам ученых конец света состоится, то экипаж МКС станет последними землянами. К счастью, это лишь фантазия.